Друзья, совсем недавно вышел топ ТВ-стиков у меня на канале, где победил новый стик GD1 4K. И, естественно, исходя из его стоимости в 3700 рублей, он попадает и в топ бюджетных ТВ-приставок, где сразится уже с полномасштабными, то есть полноформатными ТВ-боксами типа TOX3. Сможет ли он победить TOX3? Давайте будем с вами смотреть в этом видео. Я расскажу про каждого участника этого видеорейтинга и после сделаю с вами вывод. Все результаты я по традиции размещу в таблице, которую приведу ближе к концу этого видеоролита. Однако не спешите сразу переходить к таблице. Здесь все скрывается как раз таки в нюансах. Про каждую ТВ-приставку я конкретно расскажу. Их всего будет 4, поэтому не переживайте, это будет недолго. И постараюсь максимально быстро и информативно довести до вас всю информацию по этим ТВ-приставкам. Итак, первый участник это TANIX W2 с формулой памяти 2 ГБ оперативки и 16 ГБ внутренней за 2300 рублей. Кстати, если доставка будет из RF, то на момент съемки получается еще дешевле. Здесь установлен 11 Android с мощным Wi-Fi. Он показывает 100 Мбит в секунду на 2,4 ГГц в диапазоне и 210 Мбит на 5 ГГц. Есть тут 100 Мбитный LAN, по которому мы получаем скорость 94 Мбит в секунду. Из плюсов на этой модели встроенный процессор Amlogic S905W2 не нагревается. То есть троттлинга со снижением частот мы здесь с вами не увидим. Для TANIX характерно удивительная для своей цены скорость доступа к внутренней памяти по тесту CPDT, которая находится на уровне топовых, куда более дорогих устройств. У этой модели предустановлен 11 Android в качестве операционной системы. Это не Android TV, полноценный AOSP. И если вы приобретете недорогую ARMISH, например Q2, ссылка будет также находиться в описании к видео, как и ссылки на все эти ТВ приставки, то вы получите голосовой поиск по всем приложениям, как на Android TV. На приставке предустановлены root-права. Она воспроизводит с легкостью видео в 4К 60 кадров в секунду и поддерживает технологии расширенного динамического диапазона HDR и HDR10+. Из минусов здесь нет автофреймрейта и нет поддержки от производителя. То есть TANIX не балует постоянными обновлениями с какими-то крутыми штуками. Хотя модель и производительная, по заводской прошивке она не сильно интересная. Но и дополнительно будет необходимо докупить ARMISH с гироскопом и голосовым поиском, как я об этом сказал. TANIX W2 занимает 4 место в рейтинге. На третьем месте совсем недавний лидер в топе ТВ стиков Mecool KD1 на Android TV 10. Здесь формула памяти 2х16, процессор Amlogic S905Y2 и стоимость этой ТВ приставки в формате стика 4400 рублей. Эта приставка отличается от всех участников рейтинга, кроме занявшего первое место, тем, что имеет системный автофреймрейт. С одной стороны это кажется, что неплохо, а с другой это самый простой тип автофреймрейта, который я лично отключил бы совсем из-за частых и неконтролируемых пользователем срабатываний. У этой модели неплохие показатели скорости по Wi-Fi на 2,4 диапазоне 70 Мбит в секунду, а на 5 ГГц 170. LAN порта здесь нет, как и USB, но все можно организовать через переходники. Это сертифицированная ТВ приставка, которая позволит смотреть контент в онлайн легальных сервисах в 4К качестве. Есть функция хромкаста для мгновенного запуска видеороликов с YouTube на смартфоне на YouTube на ТВ приставке по нажатию всего лишь одной кнопки в этом приложении. На втором месте как раз таки победитель нашего рейтинга лучших ТВ стиков GD1 4K. Это топовая новинка на полноценном Android TV 11 всего лишь за 3700 рублей на процессоре Amlogic S905Y4. Памяти здесь 2 ГБ оперативки и 16 ГБ внутренней. Эта модель также имеет сертификацию Google Widevine L1 для доступа к максимальному 4К качеству в легальных онлайн кинотеатрах, а также лицензию для просмотра Netflix 4K. Обзор с некоторыми рекомендациями по эксплуатации есть на моем канале, посмотрите. Например, там есть информация о том, как переходить в SDR режим. Одним из главных преимуществ на этом стике является мощнейший Wi-Fi 130 Мбит на 2.4 диапазоне и 280 на 5 ГГц. Эта приставка легко проигрывает 4К 60 кадров в секунду. И здесь также присутствует хромкаст для трансляции с YouTube. В комплекте есть пульт с голосовым поиском, который ищет по всем приложениям. Из минусов здесь постоянный HDR, который можно переключить в HDR настройки цветового профиля. Как я говорил, это есть в обзоре. И второй минус – нет автоформрейта, но если бы он даже был системный, как на KD1, большим плюсом я бы это, честно говоря, не считал. Таким образом, GD1 4К на втором месте в топе бюджетных ТВ-приставок. На первом месте у нас бессменный лидер TOX3. Не знаю, что должно произойти, чтобы этот ТВ-бокс сместился с предистала, но хотелось бы, чтобы это когда-нибудь все-таки для разнообразия произошло. Так просто интересней. Но пока он на первом месте. Версию рекомендую приобретать 4 на 32. По ссылке в описании можете перейти, посмотреть, сколько он стоит на момент просмотра вами этого ролика. TOX3 очень быстрый. Все открывается, устанавливается на нем мгновенно. Это самая лучшая прошивка на рынке от UGUS с UGUS поиском, полуавтоматическим автофреймрейтом для плавного видео. Здесь уже все включается по кнопке, то есть смотрите видео, смотрите, что есть какие-то дефекты. Нажимаете на кнопку и смотрите плавное видео. Это очень круто и реализовано только на UGUS прошивках. TOX3 тоже с такой прошивкой. Можно также программировать кнопки пульта на свои действия. На TOX3 доступны навигационные панели, навбар. Есть также и статусная панель, в которую можно вводить информацию, например, о температуре процессора или о его загрузке. На выбор есть два лаунчера. Один, как у всех UGUS, планшетный, а второй более красочный, который получил название TrustOnX. Здесь также можно выводить время и температуру процессора на LED панель и выключать по расписанию ТВ-приставку. Есть root-права, Wi-Fi крайне мощный, по 2.4 диапазона он показывает 126 Мбит, а по 5 ГГц рекордные 365 и гигабитный LAN показывает здесь больше 600 Мбит в секунду. По тесту доступ к внутренней памяти, CPDT, здесь вообще рекорд поставлен. Antutu тест показывает результат на уровне топовых 111 000 баллов, так же как на UGUS X4 серии. 3DMark 5630 баллов, так же как на UGUS X4. Температура в тестовом ролике 4К с внешнего жесткого диска всего 71 градус. Учитывая, что это вторая ревизия этой ТВ-приставки, здесь кое-что производитель поменял в плане радиатора. Если интересно, смотрите, тоже есть ролики у меня на канале. Теперь с охлаждением вообще проблем никаких быть не может. По процессору Amlogic S905 X4 и 11 Android, здесь не АТВ, чисто Android, примерно такой, как на смартфонах. Есть также и UGUS голосовой поиск, это продвинутый поиск от UGUS. Так же смотрите в обзоре, я показывал, что это такое. 4К 60 кадров в секунду, естественно он проигрывает без проблем, присутствует AV1 кодек и на нем можно играть в тяжелые игры, например Xenover. Поэтому, друзья, это честное и достойное первое место. Сейчас вы уже видите, я вывел таблицу на экран со всеми характеристиками. Пожалуйста, можете с ней ознакомиться. Напоминаю вам, что все ссылки на ТВ-приставки будут находиться в описании к этому видео. Если какая-то приставка вас заинтересовала, то, пожалуйста, можете переходить и смотреть описание на всем известном сайте китайском. И также можете приобретать у тех продавцов, которые я рекомендую. Если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал.